Здравствуйте, это Дики Лив, меня зовут Виталий Дики. Как всегда, мы приглашаем интересных, компетентных людей и поднимаем темы, наверное, те, которые касаются каждого. Я хотел бы вам напомнить, что в последнее время украинская власть системно пользуется услугами Совета национальной безопасности и обороны. В общем-то, они там собираются, принимают решения по разным нужным и ненужным вопросам. Но самый важный вопрос для национальной безопасности – это здоровье, здоровье наших соотечественников. Вот сегодня я хотел бы об этом поговорить и вообще о ситуации с ковидом, с вакцинацией, с Сергеем Кравченком. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Военным врачом, главой Национальной медицинской палаты. Спасибо, что нашли время. Вы знаете, у меня есть огромное количество вопросов, но мы сосредоточимся на основных. Я думаю, что мы это сделаем, раскроем тему в доступной форме, даже о сложных процессах. Скажите, вот мы все сейчас в какой-то степени меньше, больше испуганы ситуацией с ковидом. Все мы надеемся на вакцинацию. В Украине она уже началась. Но насколько я помню, вот я узнал интересные данные, что на сегодняшний день в Украине вакцинировано 0,6% населения. Это очень мало. В других странах это идет просто неимоверно быстрыми темпами, хорошими вакцинами и, соответственно, очень строгая в этом плане политика. Что касается Украины, то этот вялый текущий процесс активно только преподносится украинской властью. Что на самом деле происходит в этой сфере? Вы можете расстоять все точки над «и»? Попробуем. На самом деле в нашей стране вакцинопрофилактика как массовое комплексное явление, имеется в виду вакцинопрофилактика коронавирусной болезни COVID-19, в 2021 году даже не состоится. Это первое. В данном случае органы государственной власти, судя по всему, хотят что-то доказать экспертному сообществу в лице деэкономистов, либо Блумберга. То есть аналитики этих организаций четко сказали, что в Украине ничего не светит в 2021 году по вакцинопрофилактике. Возможно, в конце 2022 и в начале 2023 года до Украины придет как раз вот эта очередь, когда возможно будет рассматривать вакцинопрофилактику как массовое комплексное системное явление. То есть вы говорите о том, что ту вакцину, которая является эффективной и общепринятой, которая пройдет определенной стадии, мы сможем попасть в поток только через несколько лет, так как мы сейчас находимся в хвосте заявителей. Совершенно верно. Получим доступное количество вакцины непосредственно и непосредственно подготовимся всю свою логистическую службу для того, чтобы провести массовую вакцинопрофилактику. А в чем проблема? Проблем очень много. Но самая основная. То есть в общем-то правительство за все отвечает, в том числе Министерство здравоохранения. Да и в общем-то они должны принимать программу, которая... На самом деле это пустословие, то есть переливание из пустого в порожнее. А на самом-то деле просто в 2020 году органы государственной власти абсолютно бездействовали. Почему? Потому что вот, к примеру, я напомню, что Всемирная организация здравоохранения чрезвычайную ситуацию в связи с пандемией COVID-19 объявила в январе 2020 года. В феврале 2020 года Всемирной организацией здравоохранения уже были сформированы технические комитеты по COVID-19, в том числе технический комитет по разработке вакцин от COVID-19, который разработал критерии по отношению разработки вакцин и непосредственно критерии по отношению к проведению клинических испытаний. Значит, этот комитет работает онлайн с февраля 2020 года. В этом работе этой технической группы, технического комитета принимают больше 2800 ученых различных. Значит, там представлены больше 200 научно-исследовательских центров, которые занимаются разработкой вакцин. Там порядка 50 фармкомпаний, которые финансируют этот научно-технический поиск и которые являются... То есть, процесс очень долгий, сложный... Производителями этих вакцин. Так вот, все экономически развитые государства, да, то есть, они использовали эту площадку, да, то есть, вот для переговорного процесса непосредственно с разработчиками вакцин и с их производителями. Мало того, экономически развитые государства выплачивали предоплату на научно-технический поиск, на разработку вакцины, понимаешь? И в то же время бронировали, я так понимаю, для себя определенное количество. Да, да, и выклады делали колоссальные предоплаты по полтора миллиарда долларов в среднем, да, вот. Вот, поэтому понятно, что экономически развитые государства сейчас являются основными претендентами на ту вакцину, которая производится. Значит, это ни для кого не новость. Мало того... То есть, у нас таких возможностей не было, поэтому мы, как я и говорил, в власти... Смотрите, у нас возможности были, почему мы их не использовали? К примеру, значит, вот я знаю, кто был представителем Российской Федерации непосредственно в техническом комитете ВОЗ по вакцинам от COVID-19. Денис Юрьевич Лагунов, замдиректора центра Гомелея, да, то есть это руководитель лаборатории, в которой была разработана российская вакцина «Спутник В». То есть, значит, а кто был представителем Украины в данном техническом комитете по вакцинам от COVID-19? А его не было. А почему возникает один вопрос? А вы знаете, что Украина лишена права голоса даже из Генеральной Ассамблеи ВОЗ по причине того, что мы являемся должниками по взносам, мы не платим взносы. И, соответственно, Всемирная Организация Здравоохранения нас даже не привлекает к своей работе, понимаете? То есть, как говорят доктора, все настолько запущено. Поэтому органы государственной власти Украины на самом-то деле, они даже не использовали вот эту возможность площадки Технического комитета по вакцинам COVID-19 Всемирной Организации Здравоохранения, да, то есть в качестве площадки переговорного процесса для того, чтобы добыть вакцину для Украины и украинских граждан. Вот это первый был провал, да. А во-первых, кстати, скажите, вы вакцинированы? Нет. Насколько я помню, вы переболели. Я реконвалюсант, да, переболевший, вот, поэтому... Насколько мне понятно из той картины, которую я наблюдал вокруг президента Зеленского, он тоже болел, но потом вроде бы вакцинировался, говорил, что у него мало антител, этот процесс взаимосвязанный, да, я так понимаю? То есть, вы бы вакцинировались, у вас же есть, наверное, антитела уже? Смотрите, прямых противопоказаний, да, то есть для того, чтобы проходить вакцинацию реконвалюсантом, то есть людям, которые переболели, нет. А, то есть можно после даже перенесенной болезни элементарно вакцинироваться? Совершенно верно. Прямых противопоказаний нет. То есть, наоборот, даже рекомендовано. Единственный момент, то есть то, что это группа пациентов, она не попадает в первую очередь, так как у данной категории пациентов еще сохраняется протектирующий тетр-антител на протяжении полугода. Поэтому мы можем подобную категорию пациентов отсрочить, да, то есть на полгода для проведения вакцинопрофилактики. А тех, у кого нет антитела, кто не болел, в первую очередь должны вакцинироваться. Группы риска, то есть... Тогда у меня вопрос к вам как к специалисту. А что сейчас предложили украинцам в виде вакцины? Вот я говорю о Ковишилде. Насколько я понимаю, недавно Шмыгаль сказал о том, что еще будет 9 миллионов доз. Мы, правда, не знаем, что это за вакцина, но и вопрос остался актуальным. А где китайская вакцина, которая, кстати, прошла третий этап исследований, уже было об этом сказано в СМИ. Вы можете рассказать детально? Могу. Ну, разрешите, еще один вопрос обсудим тогда. Смотрите, а органы государственной власти Украины, непосредственно Министерство здравоохранения, оно ответило на самый главный вопрос, какую цель Минздрав преследует при проведении массовой вакцинопрофилактики на территории Украины? В условиях ограниченного доступа к вакцинам. Мы же этого ответа до сих пор не получили. У нас есть несчастных 500 тысяч доз вакцины, которыми можно провакцинировать 250 тысяч человек. Потому что вакцинация происходит по схеме Prime Boost вакцинации. То есть первой инъекцией премируется иммунитет, и повторно усиляется индукция иммунитета. То есть вторая инъекция бустирования называется в иммунологии, вакцинологии. Так вот, смотрите, у каждого государства есть стратегия. То есть в условиях ограниченного доступа к вакцинам, что они хотят сделать в первую очередь. То есть многие государства приняли какое решение? Ограниченное количество вакцины, и они поставили задачу повлиять на общую структуру летальности. В общей структуре летальности, то есть 90% это люди пожилого возраста, и 10% это люди группа риска, у которых есть хронические заболевания. То есть каким-то категориям приоритет. Да, и поэтому в данном случае приняли решение в первую очередь вакцинировать людей пожилого возраста, так как ограниченное количество вакцины, ограниченный доступ к вакцинам. Ну то есть за цель поставили себе в первую очередь повлиять на общую структуру летальности. Поэтому мы определили категорию населения, кто вакцинируется в первую очередь, люди пожилого возраста, потому что они умирают в первую очередь. У нас этого не было сделано. Совершенно верно. У нас следующим этапом, то есть некоторые государства, они поставили себе за цель разорвать цепь распространения болезни, то есть таким образом уменьшить заболеваемость, то есть и как следствие заболеваемость, смертность и летальность. Поэтому они в первую очередь начали вакцинировать активную прослойку населения, трудоспособного возраста, то есть для того, чтобы разорвать цепь распространения болезни. Но как вы понимаете, для этого надо вакцины несколько больше, это надо в короткий промежуток времени вакцинировать треть населения, то есть вот эту активную группу населения трудоспособную. Значит, и некоторые государства изначально поставили себе задачу с самого начала, то есть вот как Израиль, то есть преодолеть эпидемию на своей территории. Для этого необходимо вакцинировать одномоментом в короткий промежуток времени две трети населения. То есть у каждого государства была своя стратегия, исходя из возможностей по доступу к вакцинам, то есть их количество. У нас что происходит в данном случае? Минздрав ответил на вопрос, то есть какую цель мы преследуем, то есть что мы можем сделать с помощью 500 тысяч доз вакцины, с помощью которых мы можем провакцинировать 250 тысяч человек. То есть они не ответили. Так а что это на самом деле? Чем мы колемся? Что за дженерик? Почему именно индийский? Почему именно у нас? И почему с таким скрипом эта вакцина попала в Украину? Ну, во-первых, то есть как бы к медицинским иммунобиологическим препаратам не применяется такая дефиниция, как к дженерике, то есть потому что это другая... Но нас в этом убеждают. Нет, это не дженерик, это медицинский иммунобиологический препарат, произведенный по лицензии, да, то есть вот. Поэтому не принято, да, то есть как бы в данном случае применять дефиницию женериков, то есть отличается непосредственно сам механизм, то есть правовой, да, в данном случае. На данный момент, то есть как бы что известно о вакцине Индийского института Сывороток, которая продается под торговой маркой Кавишилк. Значит, вот смотрите, у нас тайна подкрыта мраком. Министерство здравоохранения отвечает не на один вопрос, да, то есть вот. Поэтому мне информацию пришлось добывать непосредственно в Индии. Я отправлял официальный запрос в центральную лабораторию лекарств Министерства здравоохранения Индии, они мне ответили, дали ссылку на открытые источники, то есть вот и по бач-сертификату, да, то есть вот я непосредственно нашел информацию о этой индийской вакцине Ковишилк. Вот мы знаем на данный момент, достоверно первое, то есть что эта вакцина, вот эта серия, да, партия, которая поступила на территорию Украины, она была произведена Индийским институтом Сывороток в декабре 2020 года. Срок годности у нее 6 месяцев, значит, срок годности заканчивается 23 июня 2021 года. Мы знаем точно так же на данный момент, что Индийский институт Сывороток, он не обладает украинским национальным GMP-сертификатом, подтверждающий стандарт надлежащей практики, вот, и, соответственно, как бы, как... Не может заходить к нам на рынок, да? Ну, честно говоря, то есть вакцина была на самом-то деле зарегистрирована на территории Украины с нарушением норм действующего законодательства, потому что вакцину зарегистрировали ночью 22 февраля, значит, приказом первого заместителя министра здравоохранения. То есть даже не министр подписывал, да, я так понимаю? А Степанов, он же стратег в данном случае, то есть, и он избежал этой участи, потому что понимает, что, то есть, как бы, высокая ответственность за негативные последствия будет, вот, и за нарушение нормативно-правовой базы, да, и украинского законодательства, поэтому он задержался в командировке. И поэтому все ключевые приказы, на самом-то деле, подписывает первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк. Вот, и, как следствие, на ней лежит большая часть ответственности. Так вот, индийская вакцина Ковишилд была зарегистрирована 22 февраля приказом 308, значит, министерства здравоохранения, который подписал первый замминистр Ирина Садовяк. А документы на проведение, значит, экспертизы соответствия стандарта, надлежащей производственной практики и проведение лабораторного контроля качества содержимого флаконов, значит, эта заявка поступила в Гослегслужбу 23 февраля, на следующий день, то есть, и до сих пор нету, значит, высновка Гослегслужбы по, значит, стандарту, надлежащей производственной практике, да, то есть, вот, и непосредственно по контролю качества непосредственно самого содержимого вакцин, да, то есть, во флаконах, значит, лабораторного контроля, как это такового, то есть, все на доверии, нас индусы убеждают в том, что это качественно, и мы в это верим, пока должны... Нет, посмотрите, это же вопрос не к индусам, на самом-то деле, это исключительно, я вот не критикую вакцины, ни одну из десяти вакцин, которая сейчас зарегистрирована в мире по процедуре emergency use, да, то есть, и применяется при массовой вакцинопрофилактике, то есть, вот, почему, потому что ни одной из этой вакцины не закончена третья фаза клинических испытаний в полном объеме, это первое, значит, все вакцины регистрируются по процедуре экстренной, значит, вот, под обязательства заявителя, который несет ответственность, да, то есть, за последствия, то есть, как бы нанесение вреда этими вакцинами, значит, вот, и в данном случае, вы же понимаете, что мы в условиях чрезвычайной ситуации, всемирной пандемии, и вакцина разрабатывалась не в межэпидемиологический период, как обычно, а в экстремальной, значит, и условия применения тоже экстремальные. И вот тут возникает один исключительно вопрос, что органы государственной власти каждого государства, да, то есть, на них возлагают, что в первую очередь, это контроль качества для того, чтобы предохранить своих граждан, да, то есть, вот, так вот, все страны мира, да, то есть, как бы в данном случае, они очень серьезно к этому вопросу относятся, да, вот, и только Украина абсолютно уничтожает всю систему медико-биологической безопасности и все институции, да, которые направлены на контроль качества для того, чтобы максимально снизить риски негативных явлений, да, то есть, при применении, там, до тех или иных медицинских иммунно-биологических препаратов при проведении вакцинопрофилактики, понимаете? И вот в данном случае у меня, там, больших претензий к вакцине Ковишилд нет. У меня есть чрезвычайно большие претензии к Министерству здравоохранения, потому что как можно было сделать так? То есть, сначала 22 февраля зарегистрировать вакцину, запустить ее в массовый оборот при проведении вакцинопрофилактики среди медицинских работников, а на следующий день только отправить документы, да, то есть, вот, на проведение экспертизы документации первичной, да, подтверждение стандарта надлежащей производственной практики, да, то есть, и лабораторного контроля содержимого вакцин, то есть, вот, который до сих пор еще не выполнен и, мало того, еще данные этой проверки не опубликованы. То есть, это является нарушением действующего законодательства Украины. В качестве примера я проведу параллель с Канадой. Канада тоже закупила, ну, заказала 2 миллиона доз вакцины Индийского института сывороток, вот, кувишилд. Но каким образом происходило все в Канаде? Во-первых, изначально британская фарминспекция провела, значит, инспекцию на производстве Индийского института сывороток и сертифицировала производственную линию инъекционных препаратов, стерильную зону, да, то есть, вот, это было сделано 23 февраля. То есть, британцы сначала сертифицировали институт сывороток после проведения тщательной инспекции по стандарту надлежащей производственной практике. После этого Канадское министерство здравоохранения, их регулятор, эту вакцину зарегистрировал 26 февраля. Значит, так мало того, заявителям, кто подал заявку на регистрацию вакцины, выступило три очень серьезных организации. Первое, это канадская компания фармацевтическая Verity Pharmaceutical Incorporation, значит, гигант такой, он взял на себя обязательства по этой вакцине. Непосредственно сам Индийский институт сывороток в кооперации с компанией AstraZeneca, Canada Incorporated. То есть, три фармпроизводителя, три фармкомпании в Канаде при регистрации вакцины Covishield взяли на себя обязательства по этой вакцине, потому что под их обязательства она была зарегистрирована, под их ответственность. То есть, мало того, Министерство здравоохранения Канады обязало этих заявителей, эти три фармкомпании, ежемесячно подавать отчеты о контроле качества этой вакцине и, мало того, подавать данные о побочных явлениях применения этой вакцины по всему миру. Ну вот видите, как люди заботятся о своих согражданах. А что у нас произошло? Вакцину сначала зарегистрировали, запустили в массовый оборот, потом подали документацию на экспертизу и на лабораторный контроль качества, а заявителям на регистрацию этой вакцины выступила фирма-прокладка с уставным капиталом в 28 тысяч гривен. Откуда возьмется доверие к этой вакцине? Это очень важный момент. Кстати, мы потом перейдем к другим вакцинам, но давайте все-таки по этой закончим или хотя бы там поставим три точки. Меня интересует вот что, почему до сегодняшнего дня никто не знает, сколько стоит эта вакцина. Кроме того, когда делали запросы, оказывается, министерство здравоохранения говорило, что это тайна, которая покрыта мраком, и они не имеют права разглашать сумму сделки, так как английская компания «Посредник» запрещает это делать по контракту. Что вы об этом скажете? Да, в действительности у нас произошло таким образом, что в период 2015-2016 года были внесены изменения в закон Украины про лекарственные средства, значит, и все медицинские закупки лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинских иммунобиологических препаратов, таких как вакцины и сыворотки, они были выведены за пределы правового поля Украины и переданы трем международным закупочным агентствам. Это благодаря Супрун, я так понимаю? Нет, вы знаете, как раз эти изменения были приняты еще до назначения Ульяны Супрун на должность, исполняющего обязанности министра здравоохранения, что самое интересное, законодательные эти инициативы инициировала на тот момент председатель комитета Верховного Совета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, а в последующем Супрун просто их реализовала. И на данный момент лекарственные средства, изделия медицинского назначения, иммунобиологические препараты, такие как вакцины и сыворотки для Украины закупают три закупочных агентств. ПРООН, это одно из подразделений ООН, ЮНИСЕФ, одно из подразделений Всемирной организации здравоохранения и британская компания Crown Agents. Мало того, в прошлом созыве парламента, то есть восьмого созыва я работал секретарем межфракционного депутатского объединения, руководителем секретариата и был помощником народного депутата, члена комитета Верховного Совета по вопросу здравоохранения, мы инициировали непосредственно проверку счетной палаты высшего органа парламентского контроля вот этой программы международных закупок. Из 12 выводов проверки счетной палаты один из был негативным, понимаете? То есть были переданы материалы для возбуждения уголовных дел. Значит, непосредственно… То есть в этой тайне покрытым мраком кто-то ловит рыбу, да? Да, совершенно верно. То есть, ну смотрите, на данный момент вот за все эти годы, с 16-го, 15-16-го года за пределы Украины было выведено на закупки этим трем организациям больше 12,5 миллиардов гривен, да? То есть до сих пор мы недополучили медикаментов там на 8 миллиардов гривен, понимаете? Деньги выводятся, на этих прокладках депонируются, кто-то получает дивиденды. Потом, мало того, нам закупают низкокачественные фармпрепараты, как правило, с критически низким сроком годности, либо просроченные. Вот почему? Потому что я был как раз внешним экспертом контрольной группы счетной палаты во время проведения проверки этой программы закупок через международные организации. Мало того, после этого комитет еще инициировал выездное заседание в детской национальной больнице «Ахмадет», где мы нашли непосредственно на складах просроченную химиотерапию для программы «Детская онкология», которую осознанно принимал генеральный директор «Ахмадет», уже видя по документам, то есть на момент поставки она была просрочена и, тем не менее, подписывала, принимала ее. А поставщиком именно этих лекарств химиотерапии для детской онкологии была компания «Кроун Эдженс». И вот знаете, что самое интересное? Знаете, кто на тот момент был генеральным директором национальной больницы «Ахмадет»? Ирина Садовяк, которая сейчас является первым замминистра здравоохранения, которая подписала приказ о регистрации индийской вакцины «Ковишилда». Как все интересно складывается. И эту же вакцину точно также поставила международное закупочное агентство британская компания «Кроун Эдженс». Так вот оно что. Кстати, по поводу «Ковишилда» меня это очень интересует. Вот сейчас проходит процесс активная, как говорят во власти, вакцинация. В жизни она абсолютно неактивная. Я разговаривал с врачами, особенно в Черновецкой области, Ивано-Франковской, где сейчас красная зона и большая заболеваемость. Желающих не так много, как об этом говорится в высоких кабинетах. Больше того, меня настораживает тот факт, что очень избирательно и осторожно к этому подходят сами медики. Сами медики отказываются вакцинироваться «Ковишилдом». Как это можно объяснить? Это правда. Мало того, я буквально вчера был в 18-й Киевской горбольнице. Встречался с руководством этой больницы. И вот интересный факт. На момент пандемии, когда формировались списки непосредственно по вакцинопрофилактике, больше 400 человек, сотрудников, изъявило желание проходить вакцинопрофилактику. В последующем, когда медицинские работники задали вопросы, все-таки медицинские работники имеют специфическое образование, имеют специфические знания. Соответственно, вопросы у них такие же. Какая технология производства вакцины? Какая страна происхождения? Какое непосредственно фаропероприятие произвело? На каком этапе третья фаза клинических испытаний? Какой уровень безопасности этой вакцины? Какая у нее иммуногенная эффективность? Какая эпидемиологическая эффективность? Ни на один вопрос медики не получили ответ. Почему теперь удивляться тому, что медицинские работники не хотят вакцинироваться? Мало того, медицинские работники имеют специфические знания нормативно-правовой базы законодательства по лекарственным средствам. Они же видят, что вакцина была зарегистрирована с нарушением норм действующего законодательства, без контроля качества, без экспертизы соответствия стандартам надлежащей практики. Это тоже доверие вакцине добавляет. Мало того, медицинские работники видят, что эту вакцину регистрирует фирма Прокладка, а не так, как в Канаде. Три фармгиганта, которые взяли на себя обязательства. Это все доверие, не повышает уровень доверия. Мало того, Министерство здравоохранения принимает приказ 19 февраля. Подписывают все та же самая Ирина Садовяк, 298, пунктом 5, просто засекречивают все данные о вакцине. Просто приказом Министерства здравоохранения 298 и 19 февраля, пунктом 5, секретится вся информация о происхождении, цене и всей информации о вакцине Ковишилд Индийского института сывороток. Это что добавляет какого-то доверия среди медицинских работников и нашего населения. На Западе все происходит совершенно с точностью да наоборот. Это максимально публичные и прозрачные действия. Степанов доля, если он не поднимает этот вопрос и не оговаривает? Степанов это абсолютно бесстрашный человек. Я вот знал его еще, когда он был губернатором Одесской области, то есть как бы не самым лучшим и не самым чистым на руку, потому что я пересекался по некоторым конфликтным ситуациям с ним, как председатель Национальной Мстинской палаты Украины. Мало того, во время своего губернаторства Степанов был адептом реформы Ульяны Супруны. И так что вы понимали, будучи губернатором Одесской области, он в области сократил 1024 койки в туберкулезных диспансерах, психоневрологических. И очень сильно этим гордится. Хотя сейчас у него риторика совершенно поменялась и стала такой… То есть он конъюнктурщик, по вашему мнению? Да, совершенно верно. Конъюнктурщик, но, мало того, абсолютно бесстрашный, потому что он идет на такие одноходовые прозрачные коррупционные схемы, которые просто не заметить невозможно. Но почему он предпринимает такие шаги, и даже не пытается ничего завалировать, я не понимаю. То есть бесстрашно, судя по всему, потому что, наверное, очень большие суммы, так сказать, фигурируют. Либо кто-то стоит за ним, кто может курировать эти процессы. Вполне возможно. Но смотрите, я хочу вам сказать. Смотрите, проблема с китайской вакциной Синовак. В чем она заключается? Да, кстати, она прошла третью фазу испытаний, насколько я знаю. Значит, несколько вакцин прошла третью фазу клинических испытаний. То есть по категории населения от 18 до 65 лет. Это американская вакцина Pfizer, это американская вакцина Moderna, это российский спутник V. То есть, вполне возможно, уже Синовак тоже... Ну, было такое официальное уведомление. Вполне возможно. Я последние пресс-релизы не смотрел. Так же, как и заявление, что китайцы впервые в мире ввели паспорт ковидный, то есть имеется в виду вакцинацию. Электронный паспорт. Речь идет о сертификатах. Понимаете? То есть, на самом деле, это медицинские справки. То есть, вот эта медицинская документация учетного характера, на самом-то деле, она велась у нас всегда. Почему? Потому что при всей вакцинопрофилактике мы должны в определенном документе записать номер, серию этой вакцины, дату проведения вакцинации. Нет, нет, там как раз речь шла не об этом паспорте, а о другом. О так называемой карте путешественника. То есть, те люди, которые приезжают в Китай, они должны иметь такой вот электронно заполненный а-ля паспорт или а-ля карту. Ну, сертификат. Да, сертификат декларации. Который, в общем-то, дают больше информации об этом человеке. Смотрите, ничего плохого в этом нет. Мало того, в многих странах есть такое иммиграционное законодательство, оно как раз предусматривает. Вот, к примеру, вы не сможете поехать в Соединенные Штаты Америки и получить визу, если вы не предоставите... Ну, про это мы и будем говорить позже, Сергей. Все-таки про китайскую вакцину. Так вот смотрите, вот про Степанова, его одноходовые коррупционные схемы. То есть, смотрите, был выведен на фирму-прокладку 1 млрд гривен для закупки китайской вакцины Синовак, вирусной инактивированной. Смотрите, деньги задепонированы на расчетных счетах фирмы-прокладки. Значит, предположим, под 12% годовых, 1% в месяц. То есть, как бы с 1 млрд гривен кто-то получает неправомерную выгоду в размере 100 млн гривен в месяц. Это разве не прозрачная одноходовая коррупционная схема? То есть, и вот то, что, значит, на данный момент, кстати, НАБУ возбудило соответствующее уголовное дело, да, то есть, как бы, то там есть над чем работать на самом-то деле, понимаете? Вот так. То есть, зарабатывают на всем. Конечно. В том числе и на здоровье. И абсолютно безнравственно, понимаете, и, значит, абсолютно бесстрашно. А можно спросить у вас вот о чем? Насколько я помню, представители китайской фирмы, которая, в общем-то, производит эту вакцину, они заявили, что имеют дело напрямую с правительствами стран для поставки этой вакцины. Мы же работаем, как говорят, через прокладку, если это правда. Почему китайцы на это пошли? Ну, вы знаете, значит, компания «Синовак», я вам напомню, это частная компания. Потому что в Китае есть еще вакцины компании «Синофарма», это государственная компания. Но именно было заявление этой компании «Синовак». Значит, вот в данном случае, да. То есть, это кто-то из наших журналистов созванивался, то есть, ввел по этому поводу беседу, и им соответствующий такой ответ, да. На самом-то деле, 2020 год, как я говорил, была абсолютно провальная работа органов государственной власти. Все надеялись, там, на инициативу «Ковакс», то есть, как бы, хотя до сих пор непонятно, являемся мы ее членами, не являемся, подписывали мы какие-то документы или нет, значит, и получим мы через эту инициативу те или иные вакцины, да. То есть, вот, учитывая то, что у «Ковакса» дефицит бюджета 20 миллиардов долларов на 2021 год, и вакцины нет. Но мы на это очень сильно сподевались, да, вот рассчитывали. Значит, насколько мне известно, переговорный процесс, с китайской компанией «Синовак» «Лекхим» ввели самостоятельно. Вот у них чисто была такая коммерческая инициатива, то есть, там велся переговорный процесс между топ-менеджментом «Лекхима» украинского, непосредственно китайской компанией «Синовак», в последующем, когда петух начал клевать уже в одно место, то есть, в этот процесс уже начали вмешиваться органы государственной власти и министры здравоохранения в том числе. То есть, как бы… То есть, дело тоже темное, абсолютно непонятное. Да, совершенно верно. То есть, поэтому, каким образом там оно все происходит, это вот нам как раз следователи НАБУ должны дать ответ на этот вопрос. Но мы тоже, я вам скажу, вот журналисты, они заинтересовались, я говорю о своих коллегах по цеху этой истории, так что какие-то неожиданности будут рано или поздно всплывать. Но все же вернемся к сертификатам. Я хочу вам сказать, то есть, как бы, у меня тоже есть, как бы, контакты взаимоотношения с индийской компанией «Синовак», добыть эту вакцину проблемы вообще не составляет. Не составляет. Про сертификаты. Вот я недавно обнаружил историю. Корнячук, посол Украины в Израиле, заявил, что Израиль, как бы, очень явно дал понять, что не воспринимает сертификаты, связанные с COVID-шилдом, и не хочет, как бы, идти навстречу украинцам. То есть, они просто не понимают, что это такое, у себя не воспринимают эту вакцину, не считают ее правильной в данной ситуации или актуальной. И, соответственно, дипломатический скандал, он, как бы, имел место. Что вы об этом скажете? Я не видел всего выступления посла Украины в Израиле, то есть, непосредственно вот эту выдержку, то есть, вот, которая касалась, значит, сертификатов, да, то есть, взаимопризнания, то есть, по тем или иным вакцинам, понимаете? Это еще вопрос до сих пор дискутабельный. По одной простой причине. Значит, по темпам вакцинопрофилактики от COVID-19, значит, Израиль на данный момент является лидером, понимаете, да? То есть, в данном случае они до конца этого года достигнут уровня коллективного иммунитета, то есть, больше 75% населения, то есть, будет уже, значит, обладать специфическим иммунитетом, да, то есть, как бы, который был приобретен с помощью вакцинопрофилактики. Возникает один вопрос. Если в этой стране общество защищено и имеет коллективный иммунитет, что страшного от того, если попадет туда кто-то из больных, значит, граждан других государств? Ничего. Но речь идет о другом. Это с точки зрения эпидемиологического процесса. То есть, как бы, вот, если есть изолированный коллектив, да, то есть, коллективным иммунитетом, от того, что туда попадет непосредственно кто-то из больных, да, то есть, вот, страшного ничего не случится на самом-то деле. Ну, я о дипломатическом скандале. Дело в том, что это же связано с теми людьми, которые хотели бы приехать в Израиль, и они вакцинированы ковишилдом. Этот сертификат нужно будет предъявить. И, соответственно, Израиль, если признает эту вакцину, он разрешает попадание этого человека в страну. Если нет, то отказ. Правильно я понимаю? Ну, сейчас пока это вырвано из контекста, и вопрос является дискутабельным. То есть, возможно, Израиль рассматривает такую возможность, да, введение таких ограничений до как раз достижения вот этого 75-процентного уровня, значит, коллективного иммунитета своего населения. После этого скажут, приезжайте все, кто хотите, потому что мы защищены. Это первое. Второе. Я не знаю, насколько, ну, возможно, такая дискриминационная норма по причине того, что, к примеру, значит, Канада заказала тоже 2 миллиона доз вакцины ковишилд, и в том числе AstraZeneca, да, то есть вот будет ей вакцинироваться. Правда, то есть китайское общество, канадское общество что-то не очень воспринимает индийскую вакцину ковишилд. Но, тем не менее, тогда получается таким образом, что миллион, потенциально миллион канадских граждан, которые будут провакцинированы индийской вакциной ковишилд, что также не смогут попасть на территорию… То есть вы считаете, что это не принципиальное, просто дело времени, да? Израиля. Да, то есть как бы этот вопрос дискутабельный, понимаете, потому что каждое государство все-таки еще находится в поиске, да, то есть вот тех идеальных каких-то там шагов эпидемиологической модели, да, то есть вот в условиях всемирной пандемии и чрезвычайной ситуации, потому что как бы столкнулись мы за последние 120 лет, да, то есть первый раз с такой серьезной угрозой, хотя были всемирные пандемии так не так давно, там, порядка 60 лет назад холеры, да, то есть вот 100-120 лет назад гриппа, да, то есть вот, ну, как бы и прочее. Но, тем не менее, то есть такой вызов неожиданный был для всего мира на самом-то деле. Интересная тема, я думаю, что мы поставим три точки, потому что будем время-тремени к этому возвращаться, но все же хотел коснуться, я понимаю, какая сейчас политическая ситуация, очень сложная. Законодательно Россия признана агрессором, и, насколько я помню, ситуация с спутником Ви в Украине даже приблизительно не рассматривается, но, насколько я знаю, европейцы уже сказали, что готовы, в общем-то, пойти навстречу российской вакцине, так как она показывает достаточно хороший результат. Я напомню, что, по-моему, правительство Словакии уже закупило. Некоторые страны заявили о том, что начинают, возможно, производство спутника Ви. Понятно, что сами русские говорят, что эффективность вакцины практически там 97%. Я, может быть, ошибаюсь, но очень высокая. 92. Спасибо за уточнение, но это высокий очень процент на самом деле качества. Почему Украина поступает именно так? Насколько я знаю, была возможность его, этот вопрос, рассмотреть, приобрести по льготным ценам, соответственно, даже была инициатива. Я не буду называть политиков, я не буду называть участников этого переговорного процесса, но все же под Харьковом выпускать, в общем-то, компания Биолик в Харькове или возле Харькова существует, которая может выпускать достаточно приличное количество этой вакцины, в том числе это же отяпать фармацевтический кусок рынка. Что не так? Я изначально сделаю прогноз, но для того, чтобы меня не обвинили в русофилии, скажу вам, что по результатам третьей фазы клинических испытаний в полном объеме и результатов четвертой фазы пострегистрационной исследований вакцин, вы увидите, что первое место по вакцинам от COVID-19 займет российская вакцина «Спутник В» и, скорее всего, разделит это первое место с американской вакциной «Модерна». Они будут признаны лучшими вакцинами в мире от COVID-19. Но это мы увидим через несколько лет, вы в этом убедитесь. То есть вы об этом авторитетно заявляете? Да. Мало того, я же изучаю все-таки вакцины, я являюсь руководителем Украинского научного центра «Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов». Это вот такая инициатива, которую мы год сделали и год занимаемся изучением вакцин, то есть развиваем в нашей стране вакцинологию, как отдельный сегмент большой такой науки, как иммунология в данном случае. Поэтому, поверьте мне, это российская вакцина «Спутник В», то есть она разделит пальму первенства с американской вакциной «Модерна». Но это в будущем. Я считаю… На сегодня Кулеба, я говорю про сегодняшний день наш политический, буквально заявил такое. Он сказал о том, что «Спутник В» — это элемент гибридной войны между Россией и Украиной. И также говорил о том, что даже если она будет стопроцентно эффективной, мы принципиально покупать российскую вакцину не будем. Насколько это умно, правильно? Давайте по поводу Кулеба. Я считаю его субъектом задержки умственного развития. Это первое. К сожалению, он является учеником моего друга, ныне покойного, Александра Викторовича Задорожного. Я был с ним знаком. Да, который был и народным депутатом, и советником, и премьер-министров, и президентов, и был заведующим кафедры международного права и института международных отношений. Вот он как раз подготовил очень большое количество достойных дипломатов, но проскочил один балбес в виде Кулебы. А мы как раз с Александром Викторовичем Задорожным. Это была его инициатива. Он придумал название. Его инициатива была создание Национальной медицинской палаты Украины, которая возглавляет. Основная задача была, мы с ним хотели замахнуться на Медицинский кодекс Украины. Но, к сожалению, не получилось. Его болезнь подкосила и политические перипетии. Это что касается Кулебы, поэтому даже комментировать заявление этого балбеса даже не хочется. По сути вопроса тогда. Что касается российской вакцины «Спутник В». Я считаю, что это лучшая вакцина в мире. По своему уровню безопасности, иммуногенной эффективности, эпидемиологической эффективности. К сожалению, у российской вакцины «Спутник В» есть два недостатка, которые являются ее достоинством. Первый недостаток заключается в том, что это двухкомпонентная вакцина векторная, в которой используются два разных компонента. Она более сложна в своей технологии производства. Это более сложная и дорогостоящая. Это первая. Но благодаря тому, что это двухкомпонентная вакцина, потому что один компонент первой дозы вакцины содержит вектор аденовируса 26-го серотипа, а второй компонент – это вектор аденовируса 5-го серотипа. Для того, чтобы эту вакцину произвести, то есть двухкомпонентную, надо запускать в работу две линии биореакторов. Это сложнее. В сравнении, к примеру, с той же самой вакциной «Астразенека» либо «Джонсон и Джонсон» – тоже векторные вакцины. Они все однокомпонентные, и там идет работа. Биореакторы производят исключительно один компонент, и этот компонент дважды вводится во время проимирования и бустирования. У России совершенно другой подход в данном случае – двухкомпонентная вакцина, которая обходит некоторые защитные иммунные барьеры, для того чтобы обмануть иммунитет, выработать хорошую индукцию иммунитета по отношению к возбудителю коронавирусной болезни. Поэтому она в своем производстве, по технологии производства, более сложна, чем другие вакцины в мире. К сожалению, это удорожает, но благодаря этому она более эффективна. Второй недостаток, который является достоинством – то, что центр «Гамалея» поднял очень высокую планку контроля качества при производстве этой вакцины. И не каждая фармацевтическая площадка в России и в том числе в мире способна выдержать высокий уровень качества производства этой вакцины. Что касается центра «Гамалея» и сертифицированными, и центром «Гамалея» четыре производства фармацевтических, там используются настолько высококлассные системы очистки, фильтрации остаточного белка, что даже компания «Астразенека» не смогла себе ее позволить. Просто Российская Федерация настолько сильно в это профинансировала. То есть, поверьте мне, эта вакцина просто как бы космос на самом деле. Она является интеллектуальной. Сколько я знаю, говорят, что в начале всей этой работы в процессе было задействовано 18 или 19 научно-исследовательских институтов, генетики и так далее, которые, в общем-то, заложили основу появления этой вакцины. С «Спутник В» немножко не так. То есть, на самом-то деле, вот знаете, как, значит, такое «Блумберг», да, они сказали, заявили о том, что российская вакцина «Спутник В» — это научный прорыв. Я с ними не согласен. Почему? Потому что я считаю, что российская вакцина «Спутник В» — это закономерность. Почему? Это закономерный результат 30-летней работы наших коллег, ученых, медиций, медиков, значит, и биологов, да. То есть, там просто работа поставлена на таком уровне, да? Значит, работа над вот этими двумя векторами, да, аденовируса, значит, пятого и двадцать шестого серотипа 30 лет велась. На базе вот этих как раз векторов разработана ряд противоонкологических препаратов, которые используются в российской веке. На базе этих векторов разработана вакцина от вируса Эбола, которая применяется сейчас в Гвинее, понимаете, которая является высокоэффективной. На базе этих векторов разработана вакцина от такой особо опасной инфекционной болезни, как ближневосточный респираторный дистресс-синдром МЭРС, да, то есть, вот, который тоже вызывает один из видов коронавируса, понимаете? Поэтому это закономерность, да, то есть, работы наших коллег, которые 30 лет работали над этими векторами, да, то есть, вот, и это научная закономерность. Но при всем при этом это коммерческий прорыв, понимаете? Потому что все-таки вакцины от COVID-19, они являются коммерческими, вот, и поэтому так много, значит, атак как раз вот на центр Гамалии, Российскую Федерацию, Российскую вакцину «Спутник В», потому что глобальный фармбизнес понимает, что Россия на этом не остановится, то есть, они разработали прекрасную, если не лучшую вакцину от COVID-19 в мире, от этого не остановятся. Они сначала, то есть, займут собственный рынок, а потом на этом не остановятся, пойдут дальше, да, вот. Что касается вообще системы медико-биологической безопасности Российской Федерации, у нас же была общая школа, да, то есть, вот, потому что я все-таки напомню, к примеру, нобелевский лауреат Илья Ильич Мечников, он родился в Харьковской губернии, да, то есть… Это Гамалия, насколько я знал, он же тоже… Да, Николай Федорович Гамалея родился в Одессе. В Одессе украинец. Понимаете, то есть, как бы, оба они были учениками Луи Пастера во Франции, да, то есть, вот, значит, и у нас, у нас общая советская школа, да, то есть, вот… Ну, в данном случае мы ее утратили, Российская Федерация сберегла, и поверьте мне, у Российской Федерации уже на данный момент есть три собственные вакцины, да, то есть, еще идет над большим спектром работы. Почему? Потому что вот есть российская вакцина спутниковая от центра Гамалеи, значит, есть вирусная инактивированная вакцина Института Чумакова, значит, есть белковая рекомбинатная вакцина Epivac-Corona Новосибирского вектора, и, мало того, продолжается работа, вот, к примеру, Новосибирский вектор работает в том числе над технологиями, значит, РНК вакцин, то есть, у России есть эти все возможности. То есть, там есть потенциал, возможности... Там потенциал есть, мы материно-техническая база, понимаете... Научная база на высоком уровне. Но я хотел спросить, а вот что касается Украины? Я помню, Владимир Александрович Зеленский говорил о миллионе долларов разработчикам, украинская вакцина, мы там стоим на пороге, вот-вот мы ее получим. Уже возникла проблема, комиссаренко комментировал, что даже если она появится, мы не сможем, у нас мощности нет, и, знаете, это как бы так проникновенно обыгрывалось, что люди действительно думали, наши соотечественники, что какой-то будет результат. Оказалось, абсолютный ноль. Вы знаете, вы назвали имя Сергея Васильевича Комиссаренко, я чуть не заплакал. То есть, учитывая то, что сегодня идут выборы в Национальной Академии Медицинских Наук Украины, значит, и был переизбран президентом Виталий Иванович Сомбалюк, вот мой старший товарищ, вот я это приветствую, то есть, как бы была сформирована президия, и, к сожалению, в президию снова в Национальную Академию Меднаук попал Сергей Васильевич Комиссаренко. Ну, вынуждены были за него проголосовать, потому что он еще является академиком-секретарем и членом профильного направления медико-биологического Большой Академии, и членом президии Большой Академии, НАН. Ну, по сути, это человек, который ответственный за разрушение, уничтожение всей системы медико-биологической защиты в нашей стране, понимаете? Вот именно Сергей Комиссаренко, да, то есть нам всем анонсировал, что вот-вот завтра у нас приедет американская вакцина «Модерна». Прошло восемь месяцев, то есть вот с поисковыми собаками никто не может найти эту американскую вакцину «Модерна», которая довольно высокого уровня вакцина, хорошая. Значит, ну запрет на экспорт этой вакцины из Соединенных Штатов Америки. Разработчиками этой вакцины является компания «Модерна» и Национальный институт аллергологии и инфекционных болезней США, который возглавляет Энтони Фаучи. Не на шуточку, у этого института бюджет составляет 6 миллиардов 100 миллионов долларов в год. Понимаете, да, какой там потенциал? Какой размах, да. Да, то есть вот. Поэтому, значит, это что касается вот… А и напомню, что как раз вот господин Комиссаренко, это был один из тех авантюристов, которые пришли в кабинет президента и вешали ему лапшу на уши, что есть прототипный прототип в кандидаты украинской вакцины. То есть вот я напомню, что это был, значит, там присутствовали на этой встрече с президентом, то есть академик Комиссаренко, академик Широбоков. Его туда, ну, как бы он случайно туда попал, ну, чтобы прикрыться академиком Широбоковым. Ольга Голубовская, она же главный инфекционист, да, то есть тоже, чтобы прикрыться взяли, их затянули на эту встречу. Вот, и группа жуликов, там, в виде Николая Спивяка, это один тоже, как бы, из представителей национальной академии наук большой, да, то есть вот, и совладелец компании «Деопрофмед», Михаил Фаворов, международный жулик, да, то есть вот, и, значит, Александр Шевчук, то есть как бы тоже владелец, значит, компании «Деопрофмед». То есть свои люди, все заинтересованы. Да, то есть как бы там совпали такой, значит, интересы. Почему? Потому что накануне местных выборов необходимы были политические дивиденды президенту и его политической силы, поэтому они загорелись, да, то есть, как бы, что вроде бы там что-то предлагают, можно на этом попиариться. Значит, группа авантюристов, они понимали, что под это можно у государства какие-то выцеганить деньги, да, то есть вот. Ну, как факт и как результат ноль вот в этом моменте. А как факт, то есть как бы я не сдержался и выступил, сказал о том, что они пришли с лабораторной работы уровня студента, то есть как бы биологического факультета, да, то есть там первого-второго курса, то есть, ну, который критике даже не подпадает, да, то есть вешать так вот нагло лапшу на уши президенту просто, ну, как бы, это не то, что некрасиво. То есть если вы из него хотите сделать дурака и все общество, то я как человек, который хотя бы видел учебник биологии за девятый и десятый класс, то есть вот я молчать не буду. Ну, и у нас просто ограничено время, но все-таки хотел бы вам задать еще несколько вопросов. Вы знаете, что Зеленский говорил, что он и Шмыгаль являются мастерами спорта, спорта по борьбе с ковидом. Как вы оцениваете эту работу как специалист? Можно двумя словами? Ну, смотрите, двумя словами, на данный момент в Ужгороде пациентов с COVID-19 везут на госпитализацию уже во Львов. Уровень заболеваемости растет, в Украине уже циркулируют новые штаммы коронавируса, то есть африканский и британский подтверждены. Говорят, уже бродильский какой-то есть. Хотя мы об этом говорили еще полгода назад, то есть вот до Нового года о том, что инфекционные болезни границ не имеют. Мало того, вот на данный момент я вчера проведывал своего близкого друга, главного государственного санитарного врача города Киева Сергея Павловича Чумака, который, значит, попал в инфекционное отделение, в 4-ю горбольницу, как раз средне-тяжелой формой COVID-19, значит, вот, и больше трех недель, к сожалению, уже болеет. Вот, я вчера приезжал и его проведывал, так, через окно мы с ним поговорили, значит, по телефону он маску дышит, вот здесь у него два телефона, он собирает данные о происходящем в Киеве, здесь же это по другому телефону докладывает непосредственно всю информацию мэру Виталию Кличку, вот. Так вот, о чем я хотел бы сказать. Вот смотрите, если это органы государственного санитарного врача Киева, да, то есть... Что говорить о другом? И он вынужден его на данный момент заменить неким, да, то есть вот, и он вынужден вот так с маской в палате интенсивной терапии, то есть находясь на кислороде, с двумя телефонами, с записной книжкой, тетрадкой, то есть как бы вести работу, да, то есть и координировать всю деятельность в городе Киеве, потому что не на кого его заменить. Ну, это говорит само о себе. Да. Сергей, ну все же, насколько я помню, Шмагель говорил о том, что мы должны быть благодарны правительству, ну, это моя интерпретация, он говорил о том, что они не допустили ситуации, которая развивалась в Италии, и, в общем-то, это большой успех. Нет. Это очень важный момент. Это вообще не взаимосвязь. Да, то есть есть какая-то тут ниточка связи? Смотрите. Ну, у нас на всю страну осталось 500 эпидемиологов, да, в системе здравоохранения, которых работает там порядка 230-270, да, то есть как бы вот это, я один из них тоже, я военный эпидемиолог, то есть такая врачебная специальность, которая является краснокнижной, понимаете, то есть вот еще чуть-чуть эпидемиологов в нашей стране вообще не ответит. Но мы же все в один голос органам государственной власти говорили о том, что, ребята, смотрите, чем мы отличаемся от экономически развитых государств, и почему нам не надо жесткий локдаун, да, то есть был весенний период 2020 года. Значит, мы говорили о том, вы обратите внимание на такие показатели, у нас значительно различается структура населения. В экономически развитых государствах, то есть сельское население составляет от 3 до 5 процентов, понимаете, то есть все остальные урбанизированные живут в городах, то есть как бы большое скопление населения, то есть, а мы значительно отличаемся. Чем мы отличаемся? Тем, что у нас 31,5 процент населения живет в сельской местности, это 13,5 миллионов человек. Поэтому мы говорили, у нас в 10 раз будет отличаться заболеваемость от, значит, европейская, это первое. И второе, у нас отличается плотность населения, да, то есть как бы у них выше на квадратный километр, у нас ниже. Поэтому эпидемиология учитывает эти все показатели. Но вы же понимаете, что на данный момент в рабочей группе по COVID-19 в Минздраве нет ни одного врача-эпидемиолога. Мы вот год просим назвать, то есть кто этот человек, да, то есть кто является ведущим эпидемиологом в рабочей группе. Они нам говорят, что он есть, но не называют кто. Ну, по одной простой причине, потому что если назовут фамилию, любой эпидемиолог скажет нет, я к этому не имею никакого отношения, понимаете. Скажите, вы доверяете статистике? Нет. В Украине есть черный рынок вакцинации? Да. И он достаточно велик? Смотрите, на данный момент у нас в Украине идет вакцина-профилактика, то есть как бы теневая, с контрабандными вакцинами. Я знаю, что на данный момент в Украине уже используется, значит, американская вакцина компании Pfizer. Я знаю, что уже спутник В есть на территории Украины. Я знаю, что есть китайская вирусная инвекционная вакцина Sinovac. То есть эти вакцины, они уже есть, они заведены, то есть там различными способами. Ну, два основных. Я думаю, что высокопоставленные лица уже давно вакцинировались. Совершенно верно. Им все равно, они как бы живут в своем мире со своими вопросами. Ну, что самое интересное, то есть те суммы, которые они позаплатили за эту вакцинацию, ну, это они для рядовых граждан, они являются заоблачными. То есть то, что писали журналисты по 3 тысячи за дозу, это правда? 3,5-3 тысячи, тысячи евро, да, то есть как бы вот они за вот эту вакцинацию выплачивают. Ну, вы же понимаете, то есть вот многие граждане, пенсионеры на такую сумму год живут. Хорошо, а скажите, как специалист, вы советуете украинцам вакцинироваться тем, что предлагает им МОЗ? Или быть осторожным? Как поступать в такой ситуации? Знаете, я все-таки являюсь сторонником вакцинопрофилактики иммуноуправляемых инфекций, это первое. Второе, я изучаю… Я тоже за, но то, что есть в Украине. Третье, я занимаюсь вакцинологией и изучаю вакцины и иммунобиологические препараты. Что на данный момент я могу сказать? Вот на собственном примере, то есть я говорю, что я готов вакцинироваться индийской вакциной COVID-Shield, которая была произведена на Индийском институте сывороток, в том случае, если органы государственной власти в соответствии с действующим законодательством проведет экспертизу, значит, документации в соответствии стандартам надлежащей практики и проведет контроль качества, значит, данной вакцины. Этого сделано не было. Значит, вместо нас это сделали британцы, но после 23 февраля. Поэтому я теперь ответственно заявляю, то есть та серия вакцины, которая на данный момент попала на территорию нашей Украины, она была произведена на не сертифицированном площадке. Поэтому я как специалист сказать, что я рекомендую именно серию этой вакцины вакцинироваться, не могу. Но тем не менее, вся вакцина, которая будет произведена на производственной линии после 23 февраля, на производственной линии, которую сертифицировала Великая Британия, то есть я скажу, да, что в данном случае эта вакцина, значит, по своему технологии производства, она хорошая, но тем не менее, то есть Украина должна будет проводить контроль качества содержимого флаконов вакцин по причине того, что была либо допущена, да, то есть как бы, значит, нарушение холодовой цепи или нет. Мы должны проводить это. То есть после этого, пожалуйста, мы можем вакцинироваться. Я думаю, что вы абсолютно детально объяснили свою точку зрения, аргументированно. И еще, Шмагель говорит о том, что будет пятая, шестая, четвертая, ну, неважно, очередная волна эпидемии. Это зачем? Это для того, чтобы мы были в определенном напряжении или чтобы скрыть те негативные качества украинской власти, которая как бы не дает возможности расправить крылья обычному украинцу, а таким образом прикрыться этими волнами? На самом деле они в недоумении, они не знают, что делать. Органы государственного власти Украины и непосредственно Шмагель, наш премьер-министр. Как вы понимаете, все там, к примеру, локдауны, да, то есть несмотря на то, что такой дефиниции в законодательстве нет, то есть есть исключительно, да, то есть меры карантина, да. Вот, значит, вы же понимаете, что все карантинные мероприятия, которые были в 2021 году, они к эпидемиологии не имеют вообще никакого отношения на самом-то деле. С точки зрения эпидемиологии инфекционного процесса, то есть как бы все, что угодно, власть использовала вот эти карантинные локдауны, то есть там, значит, жесткие, интеллектуальные, выходного дня, то есть там новогодные, они же преследовали совершенно другие цели. Эти все, значит, локдауны использовались исключительно с политической точки зрения. То есть, чтобы списать все негативы на COVID? Первое, вот, карантин выходного дня, он же внедрялся исключительно для одного, для того, чтобы занизить явку избирателей на местные выборы, то есть это первое, да. Значит, карантин вот этот новогодний, то есть, который его переносили постоянно, то есть как бы то раньше, то позже не знали, что сделать, то есть подгоняли под новогодний, ну, подзимний отдых президента, отпуск, чтобы он смог все-таки, наверное, в Буковеле на лыжах покататься, а в последующем водилось с какой причиной? То есть для того, чтобы противодействовать тарифному Майдану, чтобы люди не вышли, да, то есть на улице. То есть за каждым шагом есть какая-то политическая мотивация. Да, поэтому к эпидемиологии это не имеет никакого, значит, на самом деле отношения, поэтому вот когда Шмыголь говорит о том, что они какие-то локдауны будут, не будут, то есть они сами не знают, что им делать, вот, а учитывая то, что у нас циркулируют новые, более агрессивные штаммы коронавируса на нашей территории, в данном случае показателем основным будет, то есть это рост заболеваемости, то есть и тяжких последствий, то есть смерти, вот. Вот тогда они зашевелятся очень-очень сильно. Ну, будем все-таки надеяться, что мы пройдем и это с наименьшими потерями, и в конце концов хотелось бы увидеть актуальную ответственность власти за те процессы, которые они нам навязывают или которые они пролонгируют. Сергей, я вам очень благодарен. В особенности, знаете, ответственность власти за детскую вакцину БСЖ от туберкулеза. Кстати, эта тема очень актуальна, если можно, пару слов. Да, сегодня министерство здравоохранения, ну, во-первых, вы же знаете, что у нас сложился дефицит вакцины от БСЖ, то есть у нас на протяжении месяца дети из роддомов как раз выписывались без вакцинации от туберкулеза, да. Почему? Потому что закончилась болгарская вакцина, которую мы закупали до этого, вот. И, соответственно, сегодня министерство здравоохранения объявило о том, что была закуплена и поставлена на территорию Украины там фондом Юнисеф, значит, детская вакцина БСЖ. Но, к сожалению, то есть на брифинг вышел не министр здравоохранения, а почему-то заместитель министра здравоохранения Шаталова, значит, вот, которая не назвала страну происхождения этой вакцины, то есть, вот, непосредственно компанию, которая произвела эту вакцину, то есть, соответственно, все покрыто тайной, значит, и ценовая политика, и прочее. То есть, по моей информации, на самом-то деле, это была вакцина, которая была закуплена у Индийского института Сывора, так вот, значит, это первая. К сожалению, она на данный момент не зарегистрирована на территории Украины, насколько я проверил реестр, то есть, значит, и на данный момент мы, к сожалению, знаем о том, что Индийский институт Сывора до сих пор не получил национальный украинский GMP-сертификат. Поэтому, вы знаете, когда у нас балуются с регистрацией коммерческих вакцин для взрослых, да, то есть, Ковишилд Индийского института Сывора, так это один вопрос. А когда уже, значит, стоит вопрос о вакцины для новорожденных детей, да, то есть, вот, и когда там происходят подобные нарушения, то есть, как бы, по контролю качества, да, то есть и прочее, то есть, меня это очень сильно настораживает. Меня, кстати, тоже настораживает, я думаю, что мы будем держать руку на пульсе и, как бы, эту тему, возможно, раскроем позже, когда будем владеть больше информацией. Мы как раз сегодня готовим соответствующие запросы в Министерство здравоохранения и Госликслужбы для того, чтобы получить ответы, то есть, что же за вакцина попала на территорию Украины для новорожденных детей БЦЖ от туберкулеза. Нашим гостем был Сергей Кравченко, военный врач, руководитель Национальной медицинской палаты Украины. Сергей, я жму вашу руку. Благодарю за ваши ответы, за то, что вы, в общем-то, поделяли своими мыслями по поводу ситуации в сфере вакцинации, борьбы с ковидом. Меня зовут Виталий Дикий, это был Дикий Лив. Оставайтесь с нами, берегите здоровье. Я думаю, что мы еще будем неоднократно говорить на эту тему, так как она сопровождает сейчас нас по жизни. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова